Девушки отдыхают Каждый раз это потрясающее ощущение Если я попал во вратаря, ему повезло Если попал в пустое место, это гол Всего три раза в истории игроки достигали отметки 800 шайб в карьере То, что однажды казалось невозможным, теперь кажется вполне вероятным Если бы вы меня спросили 15 лет назад, я бы сказал, без шансов Но, похоже, он намерен сделать это Каждый год, несмотря ни на что, 50 голов, 50 голов, он находит способ Я думаю, его запомнят как величайшего мобордира всех времен Думаю, мы прошли точку «если» Теперь это вопрос времени Уэйн Грецки стал великим среди всех лучших Порой вы уже подсчитываете мои достижения, но я еще не закончил Осталось догнать только одного И это тот самый великий Грецкий Величие Если вы что-то делаете, вы должны делать это лучше всех Если вы не хотите быть лучше всех, просто бросьте это Добро пожаловать на специальную презентацию НХЛ на ESPN Величие Рост величия Александра Овечкина приближает его к хоккейному бессмертию Я Джон Бучерграсс Недавно, обогнав городе Халла с 801 шайбой за карьеру, лидер Вашингтона занял второе место Уступив только великому Уэйну Грецки, забросившему за карьеру 894 шайбы В течение предстоящего часа мы послушаем великую восьмерку о его историческом пути в хоккее Начиная с его тренировок и его превосходства в бросках в антавер А закончим тем, как он планирует занять свое место в истории хоккея Эта история создается почти 20 лет Подробнее нам расскажет Кевин Викс Добрый день! Добро пожаловать на драфт отбора Национальной хоккейной лиги 2004 года Право первого выбора принадлежит Вашингтон Кэпиталс Я бесспорно нервничал Потому что там было много отличных игроков И я думал, может быть, их возьмут Александр Овечкин сейчас одно из лучших вложений, которые мы могли сделать для восстановления нашего имени Несмотря на его собственное сомнение, Овечкин был единогласно выбран под общим первым номером на драфте 2004 года Талант поколения, объявленный скаутами лучшей перспективой, дали ему иммунитет конкуренции Я думаю, это был обязательный выбор Сила, мощь, выносливость, способность забивать голы Полный набор для того, чтобы быстро выйти на уровень игры в НХЛ Все наблюдали за ним Наверное, самое напряженное воспоминание – это чемпионат юниоров В тот момент все говорили про Ови И я очень пристально наблюдал за ним Он один из трех игроков, которых я видел за свою жизнь Обладающих уникальной способностью совмещать физическую силу, утонченность и хоккейное чутье Единственное два других игрока на таком же уровне – это Горди Хал и Марк Месье И поэтому самого раннего возраста я видел, что в нем тоже это есть Мой агент сказал «Вау, ты будешь первым номером?» Я ответил «Подожди, немного, мне нужно услышать свое имя» В рамках первого раунда драфта НХЛ 2004 года Вашингтон Кэпиталс рады выбрать Александра Овечкина Александр Овечкин – один из уникальных игроков, который был спрогнозирован первым номером драфта Еще в возрасте 14 лет Ну, что касается этого, я очень счастлив Я очень счастлив Честно говоря, я не мог представить, что я забью 800 голов НХЛ Было бы очень смешно, если я, придя на драфт, сказал бы «Эй, Джордж Маклеина, возьми меня, я забью 800 шайб» Это невозможно У меня была мечта играть в НХЛ И моя мечта стала реальностью Теперь у нас только одна цель – выиграть кубок Стэдли Ваши ощущения, когда вы впервые приехали в Вашингтон? Это было необычно, потому что я остановился в очень странном номере Я жил не на втором или первом этаже Я жил на минус первом этаже Да, как будто я был в тюрьме Я не говорю по-английски, я не понимаю языка, нет телевизора Есть только маленькое окно И я сидел перед ним и смотрел, думал, что я тут делаю Вашингтон Кэпиталс начинает сезон 2005-2006 года против Коламбус Блю Джекет 5 октября 2005 года против Коламбуса Блю Джекет Первый граунд НХЛ Что произошло во втором периоде? Два гола Я говорил, что забью в первый гол в первой игре Я обещал, я забил Я чувствую себя великолепно Мои родители, мой брат, все мои друзья Кто наблюдает за мной, дарит мне много эмоций Дарит мне счастье Забивать голы — это страсть Овечкина на протяжении всей его жизни Начиная с его первых дней в столице России, Москве Где он оттащил свое мастерство в загородном доме своего деда Я помню, у нас были деревянные ворота Ну, у нас была вечеринка накануне Прям накануне? Ну, нет, не накануне, вечером Ну, может быть, за пару дней Ужин новичка, как положено Все самое лучшее, все самое вкусное Да-да, все самое лучшее Я помню, как на утренней раскатке я как-то выхожу И, ну, чувствую нехорошо себя А что именно? Ну, знаешь, не на сто процентов Живот беспокоил? Нет, все еще как будто меня немного... Немного покачивает Ну да Ну окей, это мой уже новичка Но я должен делать то, что должен делать И, ну, так и состоялся гол Это произошло Да, и, может быть, это из-за веселой вечеринки Первое, о чем вы понимаете Вы думали, когда упали Просто попытаться попасть в шайбу Я помню, что упал и просто пытался попасть по шайбе Может, куда-то попаду Вы знаете, кто был тренером на лавке? Уэйн Грецкий Даже великий Уэйн Грецкий смотрит на табло, чтобы понять, как это произошло Ну, во-первых, я его ненавидел Потому что мы играли против него Но признавал его таланты и стремления Понимал, что этот игрок должен стать Величайшим бомбардиром в истории НХЛ Вы знаете, кто еще был на стадионе в тот день? Мэтьюс Остин Мэттис Маленький мальчик У меня до сих пор мурашки бегут Когда я вспоминаю тот момент Потому что пол мне достаточно жива Все погрузилось в абсолютную тишину И никто не мог понять, что произошло Все смотрят на куб Что-то непостижимое Я тоже посмотрел на куб и удивился О, вау Это хороший гол Но это случайность Никто бы такую не смог предугадать Этот бросок Этот гол Вывел Овечкина на новый уровень популярности Он привлекал к себе внимание Не только своей уникальной игрой Но и фирменным стилем Фирменные желтые шнурки И тонированный визор Я подумал, что не хочу быть как обычный игрок Поэтому я ставил желтые шнурки И поменял себе визор Число голов Овечкина росло Вместе с этим росли претензии вратарей в лигу Они жаловались, что тонированный визор Дает несправедливое преимущество Бродер начал ныть Да, жаловался в лигу Я не могу видеть его глаза О чем речь вообще? Итак, лига мне запретила носить этот визор Да вы, парни, постоянно ноете Но не все Или вы проворотарей? Да, проворотарей А потом Гарри, конечно А, это Овечкин Ну понятно Одумайся, Гарри О, это интересно Вы бы вернули бы визор? Я бы с удовольствием вернул бы И опять бы зажигали в нем? Да, абсолютно Сто процентов Мне нравится, как вы празднуете свои голы Столько энтузиазма Энергии В начале вашей карьеры Все вокруг шипели О чем он так празднует? Зачем он так празднует? Вот, посмотрите на других Они не отмечают ничего Ну вот, посмотрите на Овечкина Ну посмотрите на это Он мне напоминает футболистов Посмотрите на этого парня Он видел себя как идиот Вы не должны себя так вести Я вам точно гарантирую Однажды его кто-то за это накажет Что у вас внутри в этот момент? Счастье Мы играем для своих фанатов, так ведь? Фанаты должны видеть эмоции Фанаты хотят видеть празднование Представьте себе, если все послушают И не будут праздновать голы И вот вы забили И садитесь на лавочку Без эмоций, без улыбки Идиотизм Овечкин забил 52 гола в первом сезоне Что является третьим показателем за всю историю Он также стал новичком года Но затем поднялся на новый уровень Забросив 65 шайб Больше всех со времен Лемье С 1996 За первые три сезона Овечкин забросил 163 шайбы Став самым результативным бомбардиром Своего поколения Вы когда-нибудь расстраивались Если из-за вас пропускали шайбу На игре или на тренировке? На тренировке? Нет В игре? Да Далее Александр Овечкин изменит лигу А мы внимательно разберем мастера Его клюшки И самый стремительный бросок в НХЛ Это вантаймер Он делает это чуть быстрее, чем большинство игроков Путь величайшего продолжается Шесть бросков, но Монреаль лидирует 1-0 Нужно что-то придумать, чтобы изменить игру Как и любой мастер своего дела 37-летний Овечкин Скурпулезно относится к своему инструменту Как вы относитесь к своим клюшкам? Да это самое главное Я менял загиб, наверное, раза два за карьеру Иногда я использую разные клюшки Но они достаточно похожи между собой А что насчет флекса? Сотка Сотый флекс Каждый раз перед игрой я готовлю 2-3 клюшки Проверяю флекс Готовлю крюк Затем выбираю одну И обматываю ее Ну и еще парочку, если вдруг они сломаются А вы всегда готовите клюшки сами? Сам Всегда Всегда Я никому не доверяю это Мастер Его инструмент и офис Все сходится в левом кругу вбрасывания Мастерство и сила сливаются воедино Его ван таймер не с кем сравнивать Он чуть быстрее абсолютного большинства И, очевидно, способность контролировать свой бросок И это феноменально Он отлично занимает позицию Очень много пространства вокруг И, знаете, не нужно стараться дать идеальные пассы Это трудно Трудно понять, как он так легко умудряется забивать У него есть какое-то чутье Он всегда знает, где ему нужно быть И куда бросать Бросает здорово Располагается достаточно близко И очень сложно угадать, куда ван таймер полетит То ли влево, то ли вправо Стараешься расположиться как можно лучше Но он всегда в состоянии попасть куда-то в угол Когда вы начали отрабатывать ван таймер? Ну, я думаю, как пришел в НХЛ Мы начали отрабатывать большинство Тренер меня поставил на точку И дальше все сложилось У него непреодолимая жажда голов Я такого других не видел Я рад за себя, когда забиваю Я рад за своих товарищей, когда не забивают Голы придают вам энергию Дают вам дополнительные эмоции Дополнительную силу Да, было такое Она до сих пор у меня дома лежит Она все еще горит? Да Дом Овечкина превращается в историческое место Там хранится более двухсот клюшек Каждая способна рассказать свою историю Я собираю каждое очко с прошлого года Каждое очко и каждый гол Это сезон 2008-2009 Все мои достижения Хэттрик Сто очков за карьеру Это только для меня И для моей семьи Как своеобразный музей С историческими моментами Огромная доля игры Овечкина Это голы Но не единственное Что влияет на результат Вбивает игрока в стекло Штрафного бокса Не оно в дребезги Я не могу вспомнить, кто мне сказал, но Когда ты приходишь в НХЛ, ты должен быть достаточно сильным, чтобы постоять за себя Я пытаюсь выполнить силовой и устоять перед чужими силовыми Когда вы играете против Ови Вы должны знать, где он находится Вы надеетесь, что на этой игре он не особенно нацелен кого-то бить Потому что если не так, вы упадете Мне везет, что я здоров Конечно, есть мелкие травмы Иногда приходится играть через боль Но ничего серьезного Бейте Или ударят вас Несмотря на многолетние столкновения Которые происходят с Овечкиным 20 лет Он пропустил всего лишь 27 игр Как только мы заканчиваем сезон Мы определяем дату Когда начнем тренироваться с моим тренером Он определяет В насколько плохой форме я сейчас нахожусь Мы проговариваем, что мы будем делать Например, сегодня кардио Или идем в зал Или что-то с координацией Но чаще всего это примерно одни и те же вещи Он очень сильный человек Когда он приезжает на сборы В нем чувствуется запас сил Присущий настоящему мужчине Долголетие и работоспособность Современного спортсмена Связано со строгой диетой и подготовкой Например, есть Том Брэдди Но у Овечкина есть своя диета Диета? Вообще-то... Я не могу сказать, что у него особый режим питания Он ест макароны Он очень любит фрикадельки В Вашингтоне у меня еда примерно одинаковая Макароны, соус На выезде я ем салаты, суп, спагетти, курицу Что у вас на игре в бутылки? Кола Почему? Ну, мой первый год, мой первый сезон Мой тренер сказал мне Он был профессиональный марафонец Откуда они берут энергию? Они пьют колу? Я не знаю, дает мне это энергию или нет Может быть, это самовнушение Но кажется, работает Ну да Инструменты Талант Мощь И макароны Соедините все это вместе И у вас появится гений, забивающий голы Великая восьмерка Добро пожаловать в клуб Пятьсот Это не гарантированная комбинация Но она сделала Овечкина Одним из самых стабильных бомбардиров В истории лиги Более 50 шайб в 9 Из 18 сезонов Все эти годы он забивает По высшему классу Я считаю, что Наблюдать за ним Это невероятно Люди постоянно говорят Что он сбавит обороты Но они ошибаются Я думаю, это Часть его ДНК Далее Александр Овечкин Талант своего поколения Но в Ингридске Теперь и Сидни Кросби Были обладателями кубка Стали чемпионами Как это мотивировало вас? Какое влияние оказывало? Победили Чикаго Победил Лос-Анджелес Там по пару лет назад Это задевает Путь величайшего Продолжается Мы с Алексом знакомы На протяжении нескольких лет Он приехал пораньше И у него было пару дней Мы устроили ужин Мы отлично проводили время Говорили о хоккее Говорили о жизни Пили пиво И просто наслаждались моментом Это мне сильно напомнило Когда я, будучи ребенком Сидел с Горди Халом Я не мог наговориться о хоккее Я не смог задать все ему вопросы Что хотел За свою карьеру Гордия Хал Овладел титулом Лучшего бомбардира В истории НХЛ 801 заброшенной шайбой А в 1994 Титул был передан Великому игроку Уэйну Грецки Гордия был всегда рядом со мной Когда я забрал 800 И 801 А мой отец подошел Положил мне руку на плечо И сказал Однажды кто-то придет И побьет и твой рекорд И ты должен быть к нему Так же любезен Как и Гордия Сейчас к тебе На момент ужина Овечкину было 30 лет И 516 шайб в карьере Что более чем полпути К отметке Уэйны Грецки В основном мы говорили О команде О том, как быть капитаном Как попытаться выиграть Кубок Стэнли Одно дело устанавливать рекорды Но честно сказать Это ничего не значит По сравнению с победой В Кубке Стэнли Грецкий финишировал С четырьмя Кубками Стэнли Овечкину же Предстояло выиграть Первый Я в некотором смысле Счастливый человек Мне довелось Увидеться с Великим Грецкий В конце концов Я у него попросил клюшку И что он ответил? Он сказал Выиграешь кубок Тогда да Я сказал Не дам ему клюшку Пока он не наберет 700 очков И не выиграет кубок Это предопределенное противостояние Между пингвинами и столичными Три года подряд Они встречаются на этом этапе С двумя крупнейшими звездами Кросби и Овечкиным Мы наблюдаем за этими парнями 13 лет Чего тут еще добавить? Овечкину было 20 лет Когда они с Кросби Ступили в Лигу в 2005 Они стали лицом НХЛ На ближайшие 20 лет Противостояние между ними Накалялось Под постоянным давлением Именно так я это ощущаю И последние пару лет Это только нарастает Эта конкуренция Заставляет говорить о нас За свои 13 сезонов Оба игрока набрали Более 1100 очков Точная разница между ними Всего 6 очков Но было кое-что Еще более весомое Вашингтон Кэпиталс Получает горькое поражение От пингвинов Кросби побеждает Овечкина В каждом из трех встреч В плей-офф Что приводит К трем Кубкам Стэдли Его прямой конкурент Начал брать кубки И именно тогда Когда их сравнивали Между собой Кто с чего добился За карьеру А у Александра Не было кубка И это придавало Больше мотивации Ты пытаешься доказать Что ты лучше Как игрок Лучше, чем он Ты пытаешься Больше забить Больше передач Больше очков Больше хитов И так далее И пытаешься Выиграть игру Одна шайба Отделяет Вашингтон От встречи с АМПБ В финале конференции Когда вы почувствовали Вкус победы В этой серии Когда мы прошли Второй раунд Наконец-то Наконец-то Сделали Питтсбург Тогда Внутри что-то Просто щелкнуло Впервые За 20 лет Кэпс отправляется На главное шоу Мы знали Что у соперника Нет шансов Мы знали Насколько мы сильные Кэпиталс побеждают Вашингтон Кэпиталс Впервые за 44-летнюю историю Становится обладателем Кубка Стэдли Когда они выиграли Кубок Стэдли Это было что-то Это что-то было невероятное Он почувствовал Облегчение Овечкин 32 года Забросил 15 голов Плей-офф В 2018 году И выиграл Конан Смайт Трофи Я думаю Это доказало Всем вокруг В том числе Критикам Которые не верили Что он дойдет до этого Что он Что он один из лучших За всю историю Александр Овечкин Кубок ваш Забирайте Это была невероятная атмосфера За все время Я никуда не хотел уходить Я просто хотел отмечать Это было безумие У меня аж мурашки по коже берут Когда вы рассказываете это Наверное, это лучшие эмоции Что я испытал Вместе с командой Перед этим сезоном Я сказал Не только я сказал Это Наше было решение Мы сказали Мы не проиграем в этом году Мы чемпионы Кубка Стэнли Кто из парней Задал высший уровень Уровень празднования Я думаю о уши Когда меня перевернули Вниз головой Они задрали мне ноги Я сделал один глоток пива И Такое ощущение Ощущение, что уже напился Как будто шесть стопок водки Через два года После чемпионата Это случилось Его потрясающая история Продолжается Семисотый раз Загорается красный свет Шесть недель спустя Обе, что скажешь? Я отыскал клюшку И отправил ее С тех пор я к ней не прикасался Она была в первозданном виде Он был в восторге Это была не Аба какая-то клюшка Этой клюшкой Грецкий забил 807-й гол Она служит напоминанием Алекса Чего он добился сейчас А к чему еще нужно стремиться Спасибо, Уэйн Польщен Для новых достижений Потребуется достаточно времени Но он заставляет поверить Что это возможно Далее мы разберем Все события в жизни Александра Овечкина Что привели его в клуб 800 И получим ответ На самый важный вопрос Сможет ли Александр Великий Обойти Великого Грецки Теперь-то обойти рекорд Грецки Стало реальным? Нет Всякое может случиться Сегодня тренировочный день На базе Вашингтона Но определенно Это особенный день Сегодня тут собралось Более 800 детей Весь хоккейный мир Большой и маленький Не может отвести взгляд От него Ты слышишь фанатов Читаешь плакаты И это оказывает давление на тебя Сейчас мне все равно Что говорят обо мне люди Просто я выхожу И делаю что должен Александр Овечкин Начинает свой 18 сезон 780 голами Шайбы в игре Мы начинаем На Capital One Arena Олекс Овечкин Олекс Овечкин забивает свою первую шайбу в этом году Сезон 22-23 Сезон 22-23 для Овечкина особенный Он ознаменовался двумя целями Вы наблюдаете великую историю Первое Сможет ли он стать третьим участником клуба 800 И второе Сможет ли он обойти Горде Хала Второго величайшего бомбардира Забив 802 гола Он обладатель очень мощного броска Но на одном броске далеко не уедешь Я имею в виду Одними бросками не дойдешь до 800 шайб Поэтому он постоянно ищет возможность забивать И стабилен в своих достижениях Есть отметка 785 Это 790 Александр Овечкин забивает 796-ю в пустые ворота Это 797-я Овечкин приближается к отметке 800 Горде было трудно сделать 800 шайб Мне было трудно достичь 800 шайб Потому что если это было бы просто Все бы забивали по 800 Это реально сложная задача Перед матчем с Чикаго я сказал Послушайте, я забьюсь у него 3 Да ладно? Серьезно? Да? Шайба в игре, мы начинаем Сидя на скамейке Мы подумали, он точно собрался сделать это И у него был такой взгляд Такой стандартный взгляд Ови Это стук в дверь истории Это 798-я шайба 24 секунды и Кэпитал забивают Представляете, что у вас в первую смену вы забиваете Вторая или третья вы опять забиваете Вот представьте, вам осталось 16 минут И что делать? Чтобы забить еще один гол Александр Овечкин Третий игрок за всю историю НХЛ Забивший 800 шайб Этим вечером мы увидели важный исторический гол Трибуны Все трибуны скандируют его имя Вы только это послушайте Да как вообще можно забросить 800 шайб? Это немного шокирует Мы устроили ему душ в раздевалке Только три человека за всю историю забросили 800 шайб Когда ты почувствовал этот вкус Тебе хочется все больше и больше Все внимание хоккейного мира приковано к номеру 8 Который отстает на одну шайбу от мистера хоккея Горди Халла Нарастала шумиха вокруг всего этого И я понимаю, Вашингтон и Алекс Все говорят об этом в каждом городе В каждой игре, где он играет Это истощает психику Он не забивал уже 4 матча подряд Но думаю, для Джет задача номер один будет закрыть Овечкина Плечом к ключу с величайшим игроком всех времен История рождается сейчас От игры к игре вы ждете, что он забьет Потому что он может это сделать 8 сотен и одна Сравнялся со вторым в истории Мы в одном шаге Одна шайба И решили, что Наверное, не лучший вариант Забить такой гол в пустые ворота У него было достаточно пространства Но он отдает пас назад не без какой-либо причины Вместо того, чтобы бросить Овечкин на синий, Кузнецова Кузнецов возвращает, он не хочет бросать Я не хотел забивать пустые Я понимал, что если я не верну пас обратно То 20 тысяч зрителей на трибуна Меня просто сожрут Скажут, чел, ты что делаешь-то вообще? Я отдаю пас Кузе и уже расслабился А он мне раз возвращает назад Извините, это ваше Здесь есть! Амикс Овечкин Овечкин Все этого ждали. Моя семья, болельщики. Это было потрясающее чувство. Я чуть не заплакал. Превосходно, что добился этого здесь, на домашнем льду. Вы знаете, меня очень сильно впечатлило. Когда я увидел другую команду, все игроки выстроились, чтобы пожать руку Александру. Здесь, в Вашингтоне, исторический момент. Постарайтесь представить, что происходит в его голове, насколько это великое достижение. У меня у самого мурашки бегут. Я сам переживаю за него. Для меня всегда очень здорово видеть его речь после вразевалки. Ты можешь видеть, как он нервничает, как он взволнован, это очень здорово. И для меня эти моменты, самые запоминающиеся на всю жизнь. Я всегда говорю, что без вас, парни, я бы никогда не смог достичь таких цифр. Это нечто особенное. Не заплакать бы сейчас. Я вас люблю, парни. Спасибо большое. Затем пришли дети, Сергей и Илья. Это потрясающе. Это сняли на видео, фото. Это останется с ними на всю их жизнь. Конечно, я очень рада, что он занимает второе место в истории. Конечно. Но также я горжусь тем, что он такой замечательный отец. Я думаю, это для меня, как для его жены, очень важно. После того, как ты побил, когда ты догнал Горде Хала, это стало более реальным для тебя догнать Грецки. Нет, все еще нет, все еще нет. Если останется еще голов 10, 20, то, ну, может быть. Вы просто представьте, сколько всего может произойти за это время. Да, за это время. Да, могут быть травмы. Да что угодно может произойти. Так что я не тот парень, который говорит, а, все, я теперь точно сделаю. Грецки в фронте! 894-й гол в НКЛ. На это потребовалось очень много времени. Это огромное число. То, что Уэйн Грецки добился этого, невероятно. Я пытался осмыслить это. Если молодой игрок сейчас придет в лигу и будет играть 20 лет, то ему нужно забивать по 45 шайб сезон на протяжении 20 лет. Конечно, его карьера просто невообразимая. Но теперь Александр стоит за его спиной, и он может добиться своего. Если кто-то и может обойти Грецки, так это Алекс. И это очень сложно, особенно в наше время, когда вратари стали играть лучше, игра стала быстрее, а Ове продолжает забивать по 50 шайб и принимает участие в этой сумасшедшей гонке. 15 лет назад, вне зависимости, насколько он был хорош, я бы подумал, что это напрасное ожидание. Но, видимо, он в силах это сделать. Не имеет значения, за какую команду вы болеете. Вы хотите видеть, как творится история, как рождаются легенды. Все, что нужно сделать, это только догнать великого Грецки. Горди был искренне рад и изволнован тем, что я побил его рекорд. Именно так я буду гордиться Александром, как я горжусь тем, что есть в моей карьере. Когда он побьет мой рекорд, я надеюсь, я буду одним из первых, кто пожмет ему руку. Это потрясающе оказаться на этом месте, войти в историю. Субтитры создавал DimaTorzok